С плиткой Керамо Марацци каждое мое утро начинается в Париже. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Донское кулинарное шоу «Уха из Петуха» и я, Татьяна Севаболова. Сегодня у нас уникальная программа. Андрея Семеновича сегодня с нами в студии не будет. Деловая Россия, деловой Андрей Семенович. Вот я, кот из дома мыши в пляс, я устроила девичник. У меня в гостях Женечка Хигай. Перинатальный психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ольга Лагунова. Семейный психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. И Ирина Такайская. Реабилит Ох, телесно-ориентированный терапевт. А объединяет нас всех биосинтез. А приготовить я нам сегодня предлагаю баранину по-римски. Я думаю, что в этом нам может помочь и психотерапия, и как одно направление психотерапии, телесно-ориентированной биосинтез. Я сейчас нарежу всем задачи, а мы будем... Я по зелени. Да, ты по зелени. Значит, ну пока сначала давайте по мясу, девочки. Сначала мы... Это про любовь. Это про любовь, да. Тань, на самом деле психотерапия уже в этой студии началась. С того момента, как мы разобрали эти кусочки мяса и нежными женскими руками сейчас посолим, поперчим для наших любимых. Да, с любовью. А в чем заключался сейчас принцип психотерапии? Той энергии, которую мы уже здесь и сейчас закладываем в эти кусочки мяса. Оно становится наполненным. Наполненным теми ощущениями, которые есть внутри каждой из нас. В общем-то, мы все понимаем, когда говорим об энергии, что это такое. Человек энергичный или неэнергичный. Хозяйка добрая или такая, дядь, я еду готовлю. Кусочек сочный или не очень? Ага. В общем, все, что мы испытываем внутри себя, мы вкладываем это через свои руки, через поля, которые, в принципе, мы излучаем. Да, Оля, скажи, поддержи меня как физик. Слушай, подожди как физик. Я хочу тебя поддержать как биосинтетик. Давай. Есть понятие такое в биосинтезе, как моторные поля. И вот что мы сейчас делаем? Моторные поля, они всегда диаметральные. Поле расширения и поле сжатия. Да. Что мы сейчас делали? Мы расширились. Здравствуйте, родители, зрители. А сейчас сосредоточились, чуть-чуть поджались. Занимаемся мясом. Мы включены. Аккуратировали. Сфокусировали. То есть ты хочешь сказать, что мы всю нашу энергию сюда вот сфокусировали? Вот этот кусок мяса. Да, вот анализировали. Канализация. 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 А на самом деле происходит пульсация. Потому что мы то расширяемся. Да. То снова сажаемся. И здесь в этот момент происходит некое действие. Такое волшебство с изюминкой. А что такое пульсация? Пульсация. Вот представьте, цветок утром раскрывается, а потом на ночь он закрывается. И в этом вся жизнь. Если мы застреваем в каком-то моменте, в спазме. В стрессе. В страхе. В страхе. В шоке каком-то. Все, у нас процессы как бы замирают. И потом вовремя их надо запустить, чтобы, ну как минимум. И я даже знаю как. Именно для этого мы здесь сегодня собрались. Потому что, когда собирается, четыре замечательных подруги достают прекрасный кусочек баранины. Доберут его, перекладывают чесночком. Пульсация появляется прямо здесь и сейчас. И она уже распространяется повсюду. Мы посолили, поперчили каждый свой кусочек мяса. Сверху выкладываем чеснок. Кладем в пакет для вакуумации. Так, по два кусочка, да. Заливаем сюда вот так вот оливковое маслечко. На каждый кусочек баранинки кладем анчоус. Так. И женечек. Выкладывая туда веточки розмарина. Сегодня, поскольку у нас Андрея Семеновича нет в студии, нам помогает в наших приготовительных делах наш друг Костя. И Костя такой красивенький. Там-там, тара-та-та-там, тара-та-там, тара-та-там, тара-та-тара-та-там. Радик! Смелься! А для дальнейшего приготовления продукт нам нужно завакуумировать. Для этого мы будем использовать вакуумный упаковщик, который вакуумирует на 99,9%. Собственно, процесс запущен. Этот вакууматор нужен для того, чтобы готовить сувид. Это высокотехнологичное профессиональное приготовление продукта при низкой температуре, а именно при температуре его собственной готовности. Для этого на духовом шкафу мы выбираем программу СВ, что, собственно, и есть сувид без воздуха в переводе с французского. Выбираем температуру готовности баранины 58 градусов. И пока наше мясо вакуумируется, мы разогреваем духовку до нужной нам температуры. Первая порция нашего продукта завакуумирована. Выглядит это вот так. Продукт будет готовиться сам в себе с помощью оливкового масла, как проводника с розмаринчиком, с чесноком, с оливковым маслом. И будет замечательный, прекрасный результат и вкусный продукт. Наша духовка издала звуковой сигнал и сказала, что она разогрелась до нужной нам температуры. Можно закладывать баранину. Баранина будет готовиться один час при температуре своей собственной готовности. При 58 градусах ресторанные блюда теперь можно кушать дома. То есть возможности переготовить в таком приборе продукт совершенно нет. Вы выставляете температуру готовности и, собственно, получаете этот результат, который вам подойдет в ресторане. Девочки, мы сейчас будем делать салат к нашей римской баранине. Олечка, порви, пожалуйста, зелень. Своими прекрасными ручками. Да, ручками. Женечка уже, не дожидаясь нарезки задач, нарезала огурцы. Я тоже уже в процессе. По безбородине. Вот она, вот эта включенность женщины в процесс. Я вот сейчас скажу, что такое биосинтез по-простому, чтобы народ понял. Да. Биосинтез – это объединение трех потоков. Потока мыслей, потока чувств и потока действий. Из этих трех потоков, они по-научному называются, но я не буду говорить специально как. Экзодерма, мезодерма и энтодерма. Ой, Танька, ты такие слова знаешь. Так я штудентка. Когда эти три потока объединяются, клеточка зарождается и начинается формирование и рост малыша. И вот это очень важный период, Тань. Когда сочетаются три потока. Кстати, Жень, вот к тебе вопрос. Рассказываю ли я это беременным? Да. Ты занимаешься у нас перинатальной психологией. Что ты вообще девочкам говоришь, что ты с ними делаешь в конце концов? Расскажи нам. Ну, во-первых, они приходят, очень многие сначала на тренировку, потому как беременные, для беременных очень актуально физическое состояние. Да, они приходят тренироваться, растягиваться, укреплять мышцы, укреплять позвоночник. Женщина сейчас согласует несколько ролей. Это очень успешная социальная женщина и будущая мама. И поэтому я очень многих женщин останавливаю и говорю о том, что включите сейчас процесс беременности. У вашего ребенка есть единственный шанс в течение девяти месяцев действительно прожить очень целостную жизнь. Вот то, о чем говорила сейчас Ольга. Это на всех уровнях прожить эту беременность. Чувствовать малыша, слышать его сердцебиение, слышать его шевеление. И действовать согласно тому, как она себя чувствует. То есть включиться в этот процесс? Включиться, совершенно верно. А что же беременной женщине хочется? Отдыхать, гулять, общаться, плавать, смотреть на что-то красивое, не нервничать. Слышать своего малыша. Конечно, слышать своего малыша. Себя в конце концов слышать. Да, да. Как правило, бывают... На самом деле это очень хороший период, когда во время беременности можно сочетать в себе эти три потока мысли, эмоции и действия. Ир, ну вот у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты у нас вот очень известный в своей среде психолог и занимаешься реабилитацией. Не всегда процессы, вот те процессы, о которых говорила Женя, они проходят гладко. С чем ты работаешь? Какие бывают... Таня, ты знаешь, я тебя, возможно, удивлю, но я работаю абсолютно с тем же самым. Моя задача помочь женщине вернуться в это состояние потока. В момент, когда она напуганная, не знает, что делать, когда происходит максимальное сжатие, моя задача помочь женщине расшириться, принять и открыть свое сердце для ребенка. И тогда у них есть шанс... Саностроиться друг к другу. Саностроиться и пройти эту прекрасную стадию младенчества не в испуге и сжатии, а в развитии. Может, чуть в другом темпе, может, чуть в другом ритме. Но вот в этом вот совместном потоке мать и дитя. То есть ты хочешь сказать, что можно сделать работу над ошибками уже в другом возрасте? Я бы не говорила про ошибки. Так бывает, что что-то пошло не так. Потому что когда мы говорим про ошибки, там тоже есть такое грабельки с чувством вины. Нет. Но если это осознанно, то это уже не грабельки. Да? То есть когда ты понимаешь это из осознанного состояния, что да, есть такая ситуация, и сегодня есть специалист, который понимает, и ты ему доверяешь, куда он тебя ведет. С твоим ребенком, да? Дело в том, что если не опережать события, а дать ребенку то, что он запрашивает, да, ну вот прежневременные роды, ну не доносила мама. Ну и пускай он порежит под сердцем чуть-чуть дольше, только теперь на руках. То есть в процессе терапии можно докрутить? Можно докрутить, добыть, допрожить те периоды, которые выпали. Можно я включусь? Можно. Можно и нужно. Вот еще одно золотое правило биосинтеза. Часто ко мне приходят люди, которые приходят с негативными установками, приходят в состоянии негативной, шкура трется, хвост отваливается, все плохо. Копыта ломит. И задача терапевта перевести человека на другой полюс. Где-то же он есть, где-то есть хорошо. Всегда где-то есть хорошо и где-то плохо. То есть даже полярность. Всегда за сжатием идет расширение, за вдохом идет выдох. И это тоже биосинтез. И задача терапевта перевести человека, создать мостик. От негатива к позитиву, от сжатия к расширению, от мысли и от канального видения. Канализация, корпорации. Умные слова. Я бы сказала по-другому. Есть человек прямолинейный, но он не знает, что можно посмотреть вокруг и увидеть мир с другой стороны. Это правда, Оля. Это правда, Оля. Коль, заговорили уже о плюсах и минусах. Ты задавала такой вопрос, что значит быть очень хорошей мамой. Вот мне кажется, что на самом деле этот термин, он однополярный. Но он привит социумом. Он привит социумом и он привит той самой спекуляции психологической. Да, манипуляции и спекуляции. Спекуляции психологической, которая сейчас на самом деле действительно информации очень много. И в литературе описывается, как быть мамой. Женя, я сама так испугалась, что я могу быть плохой мамой. Слава Богу, дочка выросла, я уже 30. Но страх быть плохой мамой, он действительно давит. А я вам хочу обратить внимание на слово привит, которое сказала Таня. То есть это противоестественно. Нам прививают, мы соглашаемся. Мы принимаем. А вообще-то есть законы природы, их никто не отменял. И важно, я просто договорю эту мысль, очень важно женщине, ожидая малыша, объяснить, что на самом деле не следует стремиться к этому полюсу, быть хорошей мамой. Как говорил Винни-Кот, хорошо быть достаточно хорошей мамой, которая включена в процесс, но иногда она выключается из него и уделяет внимание своим собственным каким-то потребностям. Значит, она сейчас нуждается в каком-то отдыхе, и она не может там ежедневно читать ему эти сказки на ночь, да, и выполнять какие-то определенные ежедневные ритуалы. А я хочу сказать, мама имеет право еще общаться иногда с папой. Не то, что она имеет право, она обязана с ним общаться. То есть, в общем, есть такие полярности. Мамы, которые выключены из процесса матемии, они работают сразу. И есть, которые идеальные мамы. Вот они хотят быть включенными в этот процесс, контролировать каждый шаг малыша. Они дают возможность ему самостоятельно каким-то образом развиваться на определенных этапах. И важно вот сохранить эту пульсацию между полярностями. Иногда чувствует себя очень хорошей мамой. Иногда чувствует себя отвратительной мамой. Иногда такой среднестатистической мамой. То есть, ну, я мама троих детей, я постоянно говорю, что там, то здесь. То на биосинтезе, то на... Жень, ты знаешь, у меня сегодня буквально есть такой пример классный. Когда пришла мама, рассказывает, что вытворила ее дочка, прям вот со словом вытворила. И говорит, Ира, ты знаешь, еще бы пару месяцев назад я бы ее убила. А сегодня смотрю и думаю, так, чем же я могу сейчас ей помочь? И вот это отношение к социально непринятому поступку. Ну, кстати, я хотела бы еще вот какой момент обсудить. По поводу ресурса мамы. Мама же вот, когда мама в ресурсе, а когда мама не в ресурсе. Мама в ресурсе, это хорошая мама? А мама не в ресурсе, она какая? Хорошая мама. Очень хорошая мама. А что нужно делать маме, когда она не в ресурсе? Ей нужно сказать... Ей надо пойти пообщаться с папой. Хорошо, а если нет папы? Хорошо, вот если, например, мама... Очень много у нас семей, да? В которых женщина одна воспитывает детей. Вот вам, как к психотерапевтам, где женщина должна брать ресурсы? В зависимости от того, какая потребность в этот момент возникает. И вот женщину необходимо научить слышать свои потребности. Не те, которые опять навязывают общество. Иди сходи с подругами, попей вино, иди в баню, или в спа, или в кино сходи. А послушать, а что реально тебе нужно? Может, тебе социум сегодня не нужен? Как выявить свои потребности в ресурсе и как ими наполнится? Вот давайте... А что такое умное слово потребности в ресурсе? Ну, когда, например, сели батарейки. Вот простой... Вот, села батарейка. Села батарейка, а у мамы трое детей. Да, это называется я не в ресурсе. Знаешь, я тебе сразу отвечу. Притчей еврейской. У женщины 10 детей, семья небогатая. Она идет к раввину, спрашивает совета. Она приходит домой, дети в школе, она заваривает себе чай, покупает пирожное и садится с наслаждением. Его съедает. Дети приходят. Мама, как? А нам? И тут мама берет и говорит, ша, дети, я делаю вам спокойную, счастливую маму. Вот, Танечка, это услышать, чего хочется тебе, не что говорят, сходи в спа, там, прими ванну. А может, женщине нужно лечь с книжечкой и почитать. И тогда она наполнится, отдохнет и пойдет дальше общаться с детьми. Собственно, наш продукт приготовился. Можем заняться его дальнейшим приготовлением. Для дальнейшего приготовления нам понадобятся две сковородки, которые мы будем разогревать чуть ли не докрасно. Для дальнейшего приготовления понадобится нам еще свиной жир. Мы раскаляем сковородки, топим на них жир. Баранинки желательно бы остыть до комнатной температуры, чуть-чуть. Очищаем мы ее от анчоусов, от тимьяна, розмарина, вернее, и чеснока. Мясо бы нам промокнуть. Обжариваем с двух сторон буквально по полторы минуты на раскаленной сковородке. Добавляем туда и туда винный уксус. Сюда чуть больше, сюда чуть меньше. И винишко. Сюда чуть меньше, сюда чуть больше. Сдаем всему этому немножко потушиться, уменьшая огонь. И уходим на гарнир. Можно идти гарнир снимать. Слушайте, ну вообще, когда мама устает, и она имеет право устать от детей, она что делает? В семье-то и мама, и папа. И она зовет папа. Ну, а мне сейчас хочется позвать Костя. И Костя к нам идёт. Покормила. А-а-а-а! Такая баранина! Спасибо, Костя, какой ты! А мы тебе вот сколько салата наготовили. Девочки, ну это и есть настоящая психотерапия. Когда мы можем с вами поболтать о жизни, а мужчина готовит самое вкусное мясо. Очень важная тема здесь поднималась, тема отношений. И я сейчас хочу сказать о нашей с тобой проекте «Лаборатория новой жизни». Тема, которая, кстати, отношения. Да, и пригласить всех желающих, кому интересна эта тема, кому интересна тема отношений, кому интересна тема отношений всевозможных, пригласить в нашу лабораторию. Кстати, у нас в лаборатории Ира. Интегрирована как специалист. И Женя как специалисты работают. И поэтому приглашаю вас всех в лабораторию новой жизни. Да, с конца апреля по середину июля трехмесячная программа. Будем вас всех очень рады видеть. И я думаю, что если мы сможем быть полезными, а мы можем. А мы можем быть полезны, и мы будем полезными, да. То если качественно ваша жизнь изменится, вы сделаете нас счастливыми. Ну что, я хочу поблагодарить наших партнеров кухни «Дриада» и «Набилия». Нашего партнера Кераму Марацци за поддержку в съемках. И, конечно же, наших замечательных гостей, которые создали необыкновенную атмосферу на площадке. Может быть, вы что-нибудь скажете нашим телезрителям? Ну, самое главное, хочется сказать спасибо за приглашение, спасибо за возможность общаться с такой широкой партнерой. Я вам хочу сказать и пожелать, будьте целостны, будьте счастливы, веселитесь. Солнышко на дворе. Весна. У меня нет слов, у меня есть слюня, и я хочу быстрее наброситься на это блюдо. Очень приятно, на самом деле, было с вами, девчонки, встретиться и поболтать, и приготовить такое замечательное блюдо в сопровождении Константина. Вот, спасибо большое вам за приглашение. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, донским кулинарным шоу «Ухай с петуха». До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok